Значит, мы с вами остановились где-то здесь, остановились на пробательной истории такой, да. Был задан вопрос, начало полового акта приобретает или конец полового акта приобретает, это такая драматическая судья, несколько предисловий меня Натан просил сделать еще раз, в очередной раз, чтобы снять некоторый культурный шок, который, несмотря на все мои предисловия, которые я уже высказывал не один раз, все равно, видимо, имеет место. Значит, когда мы читаем Талмуд, нужно иметь в виду несколько вещей, первое, когда речь заходит про тот или иной закон и рассматриваются разные случаи, то это не случай из жизни, то есть чаще всего эти случаи кажутся фантастическими. Фантастические случаи придумываются, если иметь в виду чисто логическую сторону, то есть чисто законодательную, они придумываются для того, чтобы обострить ситуацию законодательную и выяснить, собственно говоря, тот механизм, который действует в рамках того или иного закона. Такого рода метод, он, прояснение законодательства, он характерен для так называемого казуистического права. Казуистическое право основан на рассмотрении случаев. То есть вместо того, чтобы сформулировать абстрактно закон, по которому судья может действовать, вместо этого у судей есть энное количество ситуаций. Вот это энное количество ситуаций, например, описано в Торе. В Торе написано, описывается та или иная ситуация. Но этими ситуациями, естественно, они исчерпываются, все возможные ситуации. Судья сталкивается с самыми разными модификациями этих ситуаций. И поэтому для того, чтобы вынести постановление на основе тех ситуаций, которые у него как бы имеются в качестве законодательных, например, прописанных в Торе, ему необходимо понять принцип, принцип, по которому он дальше будет что-то такое решать. А этот принцип нигде не сказан. Поэтому сочиняются уникальные случаи, фантастические случаи, в которых, собственно говоря, проверяется, что же здесь работает, что, собственно говоря, является важным. Поэтому вот такой вот вопрос, на первый взгляд, как бы шокирующий, да, что, собственно говоря, начало полового акта или завершение полового акта является тем моментом, который означает переход женщины в другое состояние. Да, из состояния, значит, лом и кудэшит, она становится на кудэшит, посвященный ему. Это вопрос чисто теоретический, да, который выясняет или проясняет, попытается прояснить вот тот механизм, который, собственно говоря, здесь работает. Значит, это первый момент, и он является бесспорным. И здесь, как бы, совершенно стандартный подход в любом изучении Талмуда – это понимание того, что перед нами модели для выяснения механизма, а не реальность какая-то. Второй момент, который не является общепринятым, но которым я делаю акценты, мне кажется, это моя точка зрения, но не только моя, есть еще некоторый ряд исследователей, которые склоняются к такой точке зрения, что на самом деле Талмуд не является законодательным документом. Несмотря на то, что механизмы проясняются, но прояснение механизмов того или иного закона, им сопутствует прояснение того, что, собственно говоря, этот закон означает. То есть насыщение тех или иных жизненных ситуаций символическим смыслом. Этот символический смысл, он является чем? Он является проекцией глобальной картины, которая есть мудрецов Талмуда. Эта глобальная картина, как бы грубо, является историей взаимоотношения, скажем так, неба и земли. Это можно сказать, да, то есть у нас, по сути дела, весь проект – это взаимоотношения неба и земли, небесного мира и земного мира, где человек к этому небесному миру стремится или стремится соединить небесный мир с земным и прийти к состоянию, которое условно называется Эльдемским садом, состоянию бессмертия, отсутствия зла и прочее. И вот этот путь, который определенным образом описан в Торе, пророков, имеющие свои, так сказать, падения, взлеты и так далее, он проецируется на те или иные жизненные ситуации, в том числе конкретного человека. То есть получается, что сакральная история проецируется не только на события, которые являются, скажем так, значимыми в истории, скажем, народа, но и история конкретного человека, она тоже оказывается пронизана вот этой самой символикой. Тем самым возникает то, что можно было бы назвать и на самом деле сами мудрецы этого мода, как-то не странно называют это этим термином, то, что можно было бы назвать мистерией. Что такое мистерия? Мистерия – это актуализация мифа. Какие-нибудь элевсинские мистерии, они в себя включали или что, то есть, например, если это какая-то история о плодородии, значит, мисты, то есть те, посвященные вот этому историю, люди, которые это осуществляют, они как бы воплощают, например, миф, да, то есть, ну, не знаю, кого-то закапывают в землю, он там воскресает, это означает, да, плодоношение и так далее. То есть, некая вот такая мифологема, она воспроизводится, она воспроизводится по-видимому, хотя мы не так хорошо знаем, что происходило в этих самых мистериях и так далее, но она по-видимому происходила в режиме иллюстративном. То, что мы знаем про мистерии средневековые, например, христианские, они действительно были мистериями иллюстративными, когда целыми деревнями разыгрывались некие сюжеты писания в течение там нескольких дней, и, значит, вот это тот или иной сюжет, он переживался, не знаю, целая община. Это средневековые христианские мистерии. А в иудаизме, в талмудическом иудаизме, мистериальность, она осуществляется иначе. Она не является иллюстративной. То есть, никто не пытается как бы разыграть, например, взаимоотношения Авраама и Сары, Авраама и Фараона и так далее. Тем не менее, есть некая проекция на те или иные действия, которые не являются иллюстративными. Она как бы идет по какой-то странной, по касательной. С помощью, собственно говоря, медраширования неожиданно оказывается, что то или иное действие связано, опять же, не прямо, а именно косвенно и опосредованно с тем или иным фрагментом писания и, соответственно, с тем или иным символическим смыслом. Ну, у нас с самого начала, я еще напомню, что у нас, когда речь заходит про кедушин, удивительным образом это, например, кедушин с помощью денег учится, связывается с глаголом иках. Ки-иках, иш-иша, как написано, да? А с другой стороны, этот же глагол иках, он встречается, когда Авраам покупает пещеру. Махпелушин, покрэк, хранит цару. Ну, и казалось бы, между этими двумя вещами вообще нет никакой связи. Ну, а с другой стороны, эта связь, конечно, есть, потому что, собственно говоря, приобретая пещеру Махпелу, Авраам в каком-то смысле приобретает землю. Это одна из метафор. Метафора приобретения земли, когда земля рассматривается как женское начало, народ рассматривается как мужское начало, и вот народ владевает землю в лице Авраама. И такого рода вещи, они запараллеливаются, запараллеливаются для того, чтобы породить этот самый символический смысл и тем самым обозначить какой-то аспект вот этих самых взаимоотношений. Когда-то в самом начале нашего вот этого курса, или не курс, не знаю, сначала это был курс, потом мы стали читать, дочитывать трактат Брахот, потом перешли к трактату Кедушин, но в записях это есть. У нас, насколько я понимаю, наверное, можно найти запись нашего занятия по Мишне трактата Кедушин. Ну, я на том уроке объяснял, что первая глава трактати Кедушин, она, собственно говоря, она, по сути дела, своей структурой указывает на различные типы взаимоотношений. То есть вот эта метафорика, она заложена в трактатике Кедушин, метафорика взаимоотношений между Богом и народом Израиля, где народ Израиля выступает либо как женщина, либо как раб, либо как овечка, то есть стадо, либо как просто вещь Бога. И вот эти разные виды взаимоотношений, они, собственно говоря, рассматриваются в первой главе трактата Кедушин в Мишне. Мы просто еще, поскольку мы сейчас читаем Талмуд, мы пока еще в первой Мишне, это все проявится у нас в дальнейшем, и мы увидим, что Талмуд видит вот то, о чем я говорю, то есть трактат Кедушин в этом смысле очень хорошая иллюстрация того, что мудрецы Талмуда прекрасно видят вот то, что могло бы показаться в чистой фантазии с этими символическими осмыслениями и так далее, но сам Талмуд об этом нам скажет. Он и так говорит об этом, я стараюсь это подчеркивать, но говорит, естественно, не прямым языком. Ну вот это еще одно длинное такое отступление, и поэтому, когда мы сталкиваемся, вот, например, с такой ситуацией, шокирующей, она у нас, значит, изучение вопроса, когда же во время полового акта, собственно говоря, осуществляется в Кедушин в начале полового акта или в конце, халмуд дальше говорит о том, маяна в камина, то есть какая разница, и приводит в случае, когда эта разница очевидна. Один из случаев это тогда, когда, значит, один человек начал половый акт, она протянула руку и получила Кедушин в виде документа или денег, это еще два пути осуществления Кедушин от другого. И тогда получается, что если начало полового акта является уже моментом, когда она становится некуда дальше, то, что она протянула руку и получила Кедушин от другого, ничего не значит. А если, наоборот, конец полового акта, то тогда получается, что она успела, так сказать, получить Кедушин и стала женой другого, или, по крайней мере, стала посвященной другому. Опять же, если мы доводим до конца это, то отсюда следуют выводы довольно драматические, потому что тогда в конце этого полового акта окажется, что этот человек овладевает замужней женщиной, тогда их как бы нужно, по идее, казнить. То есть здесь драма довольно серьезная может получиться. Талмуд не идет в эту сторону и не описывает нам, что же, собственно говоря, может произойти. А просто говорит о том, что вот важно знать, какой момент является решающим во время полового акта, потому что, возможно, такие случаи. Я говорил об этом уже, да, что на уровне символическом это может соответствовать тому, что происходило с народом Израиля, который Амудом описывается как грешащая под свадебным балдахином невеста, то есть тогда получается, что, собственно говоря, тот акт между Богом и народом Израиля, который описывается в трактате Шаббат, он оказывается незавершенным, и народ Израиля вот развратничает под свадебным балдахином строя золотого тельца, и затем Моисей приходит разбивать скрижали, которые как бы являются непролившимся семенем, что ли, так можно сказать, да. например, такого рода иллюзия здесь может возникнуть. Ну, и дальше есть у нас другой вариант, который мы подробно не обсудили, это вариант, то есть для чего еще может оказаться значимым это может оказаться значимым в случае первосвященника. Здесь Марина правильно совершенно сказал в прошлый раз, да, я посмотрел действительно про, именно про Каена говорится о том, что он должен жениться обязательно на девственнице, а про просто священника, просто Каена там говорится о том, что он не должен брать значит развратную женщину, разведенную женщину, да, про девушку ничего не сказано в этом стихе, да, это 27-я глава книги Ваикра, там, собственно говоря, это описывается и описание Каена и первосвященника, они разные, про Каена подчеркивается, что он должен взять в жены девственницу, и значит, Талмуд говорит о чем-то, Талмуд говорит о том, что тогда возникает действительно сложная ситуация, если он должен взять девственницу, и начало полового акта является главным моментом посвящения, то все в порядке, а если конец полового акта является на самом деле значимым, тогда получается, что он овладевает уже не девушкой, то есть в тот момент, когда Кедушин должен, так сказать, вступить в силу, она уже не девственница, и тем самым он нарушает вот этот самый закон о том, что он должен взять в жены только девственницу. Мы можем, конечно, хохотать и смеяться, потому что это же он, собственно говоря, сделал ее не девственницей, чего же тогда не придираться к этому Кедушину, который берет ее в жены. Но еще раз, во-первых, это абстрактность формулировки для выяснения того, что же это на самом деле, что же здесь происходит, а с другой стороны это и по-видимому определенная символика. Какая здесь может быть символика? Здесь может быть символика иного типа, да, то есть а именно нас помимо того, что есть метафора взаимоотношений Бога и народа Израиля, у нас есть метафора взаимоотношений народа Израиля и Торы. И вот когда речь идет о взаимоотношении народа Израиля и Торы, многие из вас, наверное, знают, говорится о том, что если обучать Торе неевреев, есть такой пассаж, да, то есть человек, который обучает Торе неевреев, он словно свою невесту отдает кому-то другому. Это с одной стороны. А с другой стороны, как всегда есть противоположное утверждение, утверждение о том, что тот, кто изучает Тору, даже если он не еврей, он оказывается выше первосвященника. И возможно, что вот этот пассаж, пассаж с первосвященником, да, вот этой девушкой, которую он как бы овладевает, он нас отправляет вот этой самой иллюзией, да, то есть к иллюзии того, что первосвященник вроде бы является самой высокой фигурой в иерархии, а тем не менее, значит, его взаимоотношения с Торой, они оказываются осложненными, то есть здесь может быть вот такого рода подтекст, ну и тогда в общем его первосвященство здесь оно является как бы важным не только потому, что, значит, указывается на то, что он должен владевать именно девственницей, но и вот с точки зрения того, о чем я сказал, да, то есть если переносить эту метафору на Тору, то это довольно сложная история, то есть поскольку Торой, вообще-то говоря, должен владеть весь народ Израиля, а может быть даже и не только народ Израиля, она должна распространиться, то получается, что она в каком-то смысле первосвященнику едва ли не запрещена, ну да, то есть священник должен взаимодействовать с горы на каком-то ином уровне, а этого взаимодействия просто как бы и нет, почему нет, сейчас мы увидим, да, потому что дальше Таумат говорит, что «Амара Меймар Мишмейды Рава» сказала Меймар со слов Равы «Коль хабоэль дато альгмарбиа» «Всякий, кто обладевает, он думает об окончании акта полового». И поскольку на самом деле изначально половый акт существляется с тем, чтобы его закончить, значит, тогда делается вывод, что именно окончание полового акта является моментом посвящения женщине. Если так, как мы выше видели, Каэн, значит, не может, что он не может не, то, что он не может жениться, практически вот это получается, но для того, чтобы ему жениться, ему нельзя жениться с помощью полового акта, так получается, да, потому что половой акт, начало полового акта, превращает девушку в недевушку, и тогда он, собственно говоря, не может ее владеть. То есть ему необходимо для женитьбы использовать другие пути. Какие пути? Ну, есть деньги, есть документ, и после того, как он женщину посвятил себе с помощью денег и документа, только потом он может ей владевать. Если переносить это на метафору, то получается, что первосвященник, его взаимодействие с Торой не может быть столь непосредственным, как взаимоотношение кого-то другого. То есть в каком-то смысле Тора оказывается для него дальше, чуть недоступнее, чем для других. Эта мысль с одной стороны парадоксальна, и с другой стороны она в общем имеет определенные основания, потому что первосвященник как бы занят в общем чем-то другим, не Торой. Мы можем вспомнить о целом ряде первосвященников, которые, когда эта должность продавалась в конце эпохи Второго Храма, и в Мишне говорится о том, что эти первосвященники менялись чуть ли не каждый год. Может, кто-то из вас помнит трактат Йома, который начинается с того, что этому первосвященнику читают Тору и так далее, а потом мудрецы ему говорят вот смотри, сделай все, как написано. Он плачет, и они плачут. Почему они плачут? Они плачут, потому что они как бы подозревают, что он не сможет всего этого сделать, поскольку он не очень. Он плачет, потому что они его подозревают в том, что он ничего не сможет сделать. То есть на самом деле для мудрецов Талмуда, по крайней мере, не в принципе, а именно для мудрецов Талмуда, вот эта должность первосвященника, которая была скомпрометирована в эпоху второго храма тем, что она в каком-то смысле превратилась в политическую, она, может быть, сказывается в том числе и в том, что мы сейчас прочитали. это было завершение предыдущего нашего занятия. Мы этот кусочек не дочитали, сейчас мы его дочитали и надеюсь, что шок, если у кого-то он был, немножко как бы смягчился и мы двигаемся дальше. Если у кого-то есть вопросы, то по тому, что уже прочитали. А зачем, скажите, пожалуйста, вот это что Тора, это народ Израиля и взаимодействие Гены с Торой, зачем брать этот, это что, в Талмуде разбирается такая... Это не только в Талмуде разбирается, да, то есть это и пророческая литературе. У нас есть... но она, ее же можно не привлекать, потому что она может, на мой взгляд, она и не работает. Зачем делать из нее что-то так агент не взаимодействует с Торой, не может, как бы, ему нужно посредник какой-то, чтобы взаимодействовать через другой... Нет, ему не нужен посредник, но его взаимоотношения, они не могут быть, это не посредник, да, как бы, иной тип взаимодействия. Ну, а зачем этот пример? Мне кажется, он совсем не работает. Он не работает в каком смысле? Ну, как-то он какой-то тень бросает на и все, просто... Он бросает тень на первосвященника, совершенно верно, да, то есть он говорит о проблемности, о проблематичности его фигуры. то есть можно было бы, конечно, просто сказать, что первосвященник проблемная фигура, да, это можно было сказать, но... фигура первосвященник, но мы знаем в случае, что когда первосвященник надевали примерно цепь на ногу, чтобы он вернулся после службы Йом-Кипура, потому что он как бы настолько находился уже в другом мире, как бы, что он не хотел вернуться, поэтому... Или не хотел вернуться, или там еще что-то. Ну, разные есть, и, например, вот эта история из Йомы, что плакали, так есть разные объяснения, плакали, он плакал, что он не сможет так донести до Хошема, там, чистоту линии, представляя себя и народ, так что разные есть подходы. Ну, я не знаю. Есть, конечно, есть разные, есть разные. Нет, просто мне этот пример в истории оказался ну, это странно. Ну, хорошо. Ну, ладно, это вот мне так показалось. Может быть, да, может быть, он и странный и так далее, то есть здесь странный. А вот ты знаешь, а еще знаешь, что вот этот параллель с тем, что скрижали были разбиты, можно, знаешь, так далеко идти в поисках собственного и так далее. Например, можно сказать, что это, что ему не нравилось, что этот сбрасывал семя и он его умертвил, это сыновей Юды, и за то, что Маше сбросил эти скрижали, так можно сказать, его обвинить в том, что он сбросил как бы по собственной инициативе, его можно обвинить так, как Маше ему это не понравилось? Можно все, что угодно, как говорят те же мудрецы Талмуда, пути интерпретации у нас открыты, они не закрыты, но дело не в том, как мы можем интерпретировать, то есть мы можем интерпретировать естественно по-разному, и так, и так, и обкосяк, но то, что мы пытаемся, это мы пытаемся понять, то, что они говорят, вот в данном случае, я не настаиваю на том, что аллюзия, которую я предложил, является совершенно необходимой, но мне кажется, что она здесь присутствует, иногда бывают более явные указания на это, здесь может быть менее явные указания на это, то, что сама по себе фигура первосвященника для мудрецов Талмуда проблематична, это следует из очень многих мест, то есть необязательно сосредотачиваться на этом, и по сути дела утверждение такое, оно в каком-то смысле, как я сказал, парадоксальный, парадокс состоит в том, что фигура, которая является вроде бы в иерархии, у нас народ Израиля выстраивается иерархически, первосвященник вроде бы является вершиной этой иерархии, вот вершина этой иерархии, как раз взаимодействие этой вершины с Торой, оно непростое, оно, скажем так, не будем сейчас лучше, хуже и так далее, оно чем-то обременено, оно не такое, как у всех остальных. Вот, собственно говоря, та мысль, спасибо. Ну, хорошо, значит, двигаемся дальше. Ибает лигу. Спросили. Сейчас я найду, где это у нас. Здесь. Мы вот здесь. Вот спросили. Ибает лигу. Бия Нисуинуса о Ирусинусах? Это мы задавались подобного рода вопросом давно, да, там вот только что спросил, задал этот вопрос. И у нас уже были вот эти самые недопонимания, да, относительно того, а что же, собственно говоря, происходит, когда человек осуществляет кедушин. у нас есть Ирусин и есть Нисуин. Ирусин это помолвка, а кедушин это, собственно говоря, уже окончательное бракосочетание. Так вот, когда Иш Макадеш, вроде бы, Макадеш должно, наверное, относиться к Нисуин изначально, да, то есть кедеш, значит, она его, а может быть, нет, может, она его, но не в полном смысле, она является помолвленной. Вот сейчас, собственно говоря, именно это, этот вопрос и задает Талмук, но в отношении именно полового акта, в отношении денег и документов, почему-то этот вопрос не задавался, и там он мог бы возникнуть, а здесь задается вопрос, это уже окончательный брак, если, значит, человек Макадеш с помощью полового акта, или это только Ирусин, помолвка. Навкамина, опять же, то, что отсюда может последовать, почему это важно, это знаменитый термин Навкамина, Навкамина, Ли Йорша, Улитамыба, Улегеферни дарья, то есть, это значимо для каких случаев, для случаев, когда мужчина наследует ей, или должен, если он Каэн, должен, значит, ее хоронить, и тем самым казаться ритуально нечистым, и отменять ее обеты. Мы знаем, что обеты отменяют, муж может отменить обеты, или отец может отменить обеты. И тогда получается, что если этот самый половой акт, это не Несуин еще, а Ирусин, то есть, помолвка. Если это помолвка, то девушка остается, уже не девушка, но она остается в доме отца на какое-то время до Несуин, и тогда, собственно говоря, если она вдруг умерла, то наследует отец, если она высказала какой-то обет, то отец может отменить еще, а не муж. И если она умерла, если он Каген, он не идет ее хоронить, потому что он с ней только помолвлен, она еще его не жена, а, так сказать, принимать на себя ритуальную нечистоту можно только в том случае, если она его жена или близкий его жорст. То есть, понятно, сам по себе вопрос понятен, и у него есть какие-то юридические следствия, если так, то вот так. Ну, хорошо. И Амрат Несуин Если это Несуин, то есть, если это уже окончательная свадьба, тогда он Йорша, Уми Тамела, Уми Фернедере, тогда он и наследует ей, и должен ее хоронить, и может снимать в ней обед. Ви Амрат Ирусиноса, а если это только помолвка, Ино Йорша, Ви Номи Тамела, Ви Номи Фернедере, то есть, тогда он все это действительно, тогда он, собственно говоря, не отменяет ей обеты, не хоронит ее, и не наследует ей. А все это прерогативы ее отца, в доме которого она во время в этот период между Ирусино и Несуин, она находится. Май. А май, то есть, вопрос, ну, так что, да, то есть, как же мы решим? Амар Абай, Абай говорит, вот он, Абай, да, вы можете почитать, здесь перевод русский, Амар Абай, ташма, иди послушаю. Аав закай бевито бекидушега, бекесов, бештару, бевиа, визакай бемециюта, бемаса ядега, бехапу, беэфарат недареа, умекабелет гитав ино охел пирот бехаян. Несет ятер алав габал шохел пирот дыхаян. Вот там приводится ташма, то есть приводится теперь барайта, в которой говорится следующее, говорится, что отец имеет право, то есть он, собственно говоря, является закай, закай, это значит, что у него есть право, право на его дочь в отношении того чтобы отдать замуж в беке душе, то есть если она является не взрослой девушкой, не бога ир, это наара, мы помним вот этот статус, у нас есть удивительная наара, это между 12 и 12 с половиной лет, вот она наара, если меньше 12, то она называется ктана, малолетка, значит с 12 она уже наара и до 12 с половиной она наара потом на бога ирит, так вот если она находится вот в этом статусе наара, то он может осуществлять кедушин, отец за нее, то есть по сути дела мужчина деньги или документ передает отцу, причем сказано, что он может осуществлять это БКС Брежда Рубевья, то есть он как бы ответственен за кедушин, который осуществляется одним из этих трех путей, понятно, что он может сказать, что да, хорошо, ты можешь осуществить половой акт с моей дочкой и взять ее в жены, это прерогатива отца, у нас сегодня Марка нет, Марк все время заботится о том, что женщина у нас бесправная, что хотят, то и делают, но это очень ограниченное количество времени, что хотят, то и делают, да, вот здесь в данном случае отец может как бы взять на себя ответственность за то, что кто-то берет в жены его дочь, в том числе с помощью полового акта, но в определенный период, когда она бугарит, то этого он уже сделать не может, ну и помимо этого, значит, он если она что-то нашла, то это принадлежит ему, если она что-то сделала, то это тоже принадлежит ему, он снимает обеты ее, он может принять гет, то есть, например, он выдал ее замуж в 12 лет, а через месяц муж ее решил прогнать, дает гет, но он дает гет опять же не ей, поскольку она не богаэрит, не взрослая, дает отцу, это все как бы прерогатива отца, но он не как здесь сказано воино охэль пирот дэхайя, но не ест фрукты или плоды буквально, да, при жизни ее, что это за фрукты и плоды, имеется ввиду на самом деле доходы, которые называются в Талмуде пирот, то есть плоды, имеется ввиду доходы, ну вот здесь переведено как прибыль, у него нет права на прибыль от ее имущества при ее жизни, а вот эти самые плоды это не что иное как эти самые доходы, которые дает ее значит принадлежащие ей по линии матери, не знаю, акции, да, какие-то, вот у меня есть акции, которые ей подарила мэй, и эти акции растут, приносят какие-то доходы, вот эти доходы, они отцу не принадлежат, а дальше в этой барайте говорится о том, что не сет, то есть если она вышла замуж, причем вышла замуж окончательно, не сет, не сет, это значит вот, собственно, не суин произошел, то тогда у мужа ее есть преимущество над отцом. Какое преимущество? То есть у него все те же, все те же вещи, значит, которые, прерогатива которой, прерогатива которой имеет отец, муж ее тоже имеет все те же вещи, все те же прерогативы, то есть если она что-то нашла, это принадлежит мужу, если она что-то сделала, это принадлежит мужу, но у нее есть отдельно ее недуние, так называемые, то есть ее имущество отдельное от мужа, так вот муж, в отличие от отца, может, имеет право также на прибыль от ее имущества при жизни. То есть на самом деле эта барайта, которую нам привели, она, вообще-то говоря, скорее направлена на прояснение каких-то имущественных взаимоотношений между мужем и женой, в сравнении с тем, какое право на дочку имеет отец, на несовершеннолетнюю, в отличие от мужа. У мужа есть больше прав, муж может пользоваться вот этой самой прибылью, вот ее имущество, в отличие от отца. Но эта барайта нам приведена зачем? Это же, собственно говоря, барайта, которая должна была ответить на вопрос, что происходит с вот этой самой, с этим половым актом. Половой актом, он знаменует собой помолвку, или Половой актом знаменует собой окончательную, окончательную женитьбу. Вот Люба спрашивает, термин Кедушин относится и к Несуин, и к Ерусин? Это и есть вопрос, да, то есть это, собственно говоря, вопрос, который задает Том. Он, то есть вот Кедушин, он же Мекадешу-то, он Мекадешу-то бивия, то есть он с помощью полового акта ее Мекадешу. И Том спрашивает, это будет у него Ирусин, или это будет у него Несуин? На самом деле, как я уже сказал, то же самое, можно было спросить про деньги и про документы. Когда он с помощью денег, вот ее Мекадешу, он дает ей деньги и говорит, а Мекадешу-то ли? Она говорит, да, 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 за там, не знаю, сто монет. Она говорит, да, окей, я Мекадешу-то, хорошо, согласна. Это будет Ирусин, или это будет уже Кедушин? Можно как бы понять, почему Талмуд не спрашивал в отношении денег или документов. Может быть, это не такой острый вопрос. Пропыловой акт, он гораздо острее. Почему он острее? Потому что если это как бы только помолвка, а еще не окончательная свадьба, то есть она не окончательно становится ее женой, хочется интуитивно подозревать, что она должна была бы стать его окончательно женой. А если она только помолвлена, то расторгнуть как бы помолвку гораздо проще, чем расторгнуть брак. У мужа нет пока еще никаких серьезных обязательств. Когда брак заключен, он должен выплачивать к тубу и так далее. Пока брак не заключен, это гораздо проще. И тогда я имею сейчас чисто юридический аспект. И если он вдруг решит, что это помолвка, я решил отказаться, то девушка оказывается, уже не девушка, она оказывается в худшей ситуации экономической. В том плане, что таламатическое законодательство говорит о том, что девушка и не девушка, их вот эти кто-бот, они отличаются. То есть это будет 50 монет или это будет 100 монет. В два раза. То есть в два раза меньше получает не девушка. Поэтому интуитивно хочется сказать, что раз уж человек с половым актом решил лекаде, что, наверное, это должен быть уже не суин, а не кедушин. Можно про деньги и документы, может быть, можно гадать, а с половым актом, казалось бы, нет. Но пока у нас такого ответа нет. Это ответ, который нам кажется естественным и напрашивается. А пока что нам говорится следующее. Вот барайта, которая вообще-то говоря не об этом. Она говорит о экономических взаимоотношениях, казалось бы. Но в конце этой барайты, приведя эту барайту, то он говорит катаны бия, вы катане нисэ. Получается, что в этой барайте есть, что этот самый отец, он, с одной стороны, он вроде бы может осуществить вот этот самый кедушин для своей дочери, в том числе с помощью полового акта. Половой актом не исключен. Там сказано, что он, значит, «Закай бевитобе кедушеа бекесев бештару бевият». То есть все три вот эти способы, кедушин, они перечислены. И поэтому упоминание слова бия есть. И это относится вроде бы к области отца. А потом сказано, а когда она нисэ, то есть когда состоится нисуин, тогда все это переходит к бааме. И отсюда, это немножко сложно, но тем не менее, то есть мы могли бы поспорить с этим, но тем не менее отсюда. Абай хочет заключить, что значит бия, которую отец мог как бы одобрить, то есть правоакт, который отец одобрил, и сказал, что да, хорошо, это еще не нисуин. Это еще только помолвка. Так, здесь у Ильи вопрос. Есть ли момент завершенности кедушин? В какой момент мы можем сказать, вот теперь точно замужем? Ведь после помолвки и свадьбы еще есть, стерпится, слюбится. Нет, нет, здесь как раз нет никакой размытости. То есть нисуин – это все, брак состоялся. Есть помолвка, которая имеет тоже определенного рода следствия. Ну, например, мы видели, да, с помолвленной девушкой, если тот соблазнил помолвленную девушку, то, значит, они, если это происходило в городе, например, то смертная казнь, тому и другому. Потому что в этом смысле она является, как бы считается, замужней. Потому что она уже мэкудэшит, то есть она уже отделена. Поэтому термин кедушин, да, может относиться к помолвке, как к тому, что женщина уже отделена. Она еще не жена, но она уже отделена для этого мужчины, и другие, значит, с ней не имеют права иметь дело. Но когда включается брачный договор, нисуин, как бы это ни происходило, да, то теперь все, нет никакого стерпится, слюбится. Это кедушин завершен. Да, Илья? На метафорическом уровне. Вот, скажем, народ Израиля вступил в эти супружеские отношения с Господом, но ведет себя по-разному. Скажем, если он не совсем, не знаю, не золотому тельцу поклоняется, но как-то вот чувствуется какая-то неуверенность. Это мы все равно завершены? Нет, это правильный вопрос. То есть дальше у нас возникает, естественно, вопрос о том, и что же, что можно сделать. Ну, как мы знаем, у нас есть такое понятие, как гетт, геттин, возвод. То есть то, что весь народ Израиля, так же, как и жена, собственно говоря, ведет себя не очень. Это тоже как бы отдельный вопрос, что значит, что жена ведет себя не очень. И как проецируется она взаимоотношения между мужем и женой, взаимоотношения между Богом и народом Израиля. Это как бы тоже любопытный вопрос. И он подробно рассматривается как раз в трактате «Геттин». Есть целый трактат, который посвящен этим разводам. Например, разрушение храма и все, что происходит, оно, собственно, так и осмысляется. Осмысляется как развод. Так вот, муж может свою жену прогнать, если что не так. Тоже возникает вопрос, что не так. Что именно не так. То есть в каком смысле она должна его не устраивать, или что-то в этом роде, чтобы он имел право ее прогнать и так далее. Может ли он ее вернуть? Тоже отдельный вопрос. Прогнал окончательно или прогнал неокончательно? Здесь как раз можно сказать, что история, сакральная история рассматривается именно как напряжение. Мы сейчас в разводе или как, или мы немножко как бы нелюбимая жена, что-то в этом роде. Это мудрецы Талмуда как раз рассматривают, это мы видели в трактате «Броход». Да, Илья? Да, но тут уже с моей стороны не вопрос, а дополнение. Есть ситуации, в которых гет прописан. А между хорошим браком и гетом миллион разных состояний, скажем, вот мужчина и женщина поженились, и она все вспоминает там своих бывших. Это как бы это гет или нет? То есть она все говорит, хорошо же мне жилось одной, ну и так далее и тому подобное. Вроде как не повод для развода, но мужа это очень напрягает. И таких состояний может быть. Ну да, да, нет. И он как бы ей спрашивает, слушай, ну ты как бы со мной или не со мной? То есть встают вопросы. Здесь то же самое, то есть мы как бы… То же самое абсолютно, да. Если мы читаем пророческую литературу, все пророки про это говорят, да, ликуй, там, бездетная, нерожавшая, например, там, или что-то там вроде Исаия будет говорить, или еще кто-то говорит. Да, ты невеста юности, невеста юности моей, ну и так далее. То есть это как раз, это даже до Талмуда, да, то есть в пророческой литературе эта метафора, она является метафорой очень распространенной и работающей. И она по-разному, естественно, у разных пророков она по-разному осмысляется, да, то есть где-то там это развратная женщина, которую Бог бросил, а потом возвращает к себе, где-то это, ну, ну, то, которое он решил как бы слегка наказать, а потом вернуть и так далее. Вот Люба спрашивает, кедушин, и то, и это, то есть это процесс, где Иерусин начало, а не своем завершении. Ну, вот в том-то и дело, что сейчас, пока, пока что, да, что Талмуд спрашивает? Талмуд спрашивает, когда произошел кедушин, какой кедушин? Вот этот акт Лекадеш, который у нас рассматривался, дал деньги, дал документ или совершил половой акт, в данном случае про половую. Они спрашивают, это Иерусин, это начало процесса, который завершится Несуином, или это Несуин уже, завершенный процесс. Самки душин, как раз они пытаются сейчас выяснить, к чему он относится, да, то есть он относится к помовке, тогда есть еще дальше процесс, который завершится Несуином. Сам процесс не называется кедушином тогда, в этом случае. А если я говорю, что вот это посвящение с помощью полового акта, оно как бы сразу закрывает все вопросы, это уже как бы окончательно Несуин, тогда, собственно, и процесса никакого нет, да, то есть помовка, она могла быть какой-то иной, или ее, может быть, вообще не нужно, да, то есть возможно, что в случае полового акта помовка и Несуин, то есть Иерусин, они как бы склокываются. Опять же, это имеет свои следствия, естественно, для вот того самого события, события поклонения золотому тельцу. Ну, в каком статусе пребывал народ Израиля, в статусе помолвленной, мауреса, или в статусе уже законной супруги. И тогда, например, разбитие скрижали можно по-разному, вот Элла сказал, что можно по-разному интерпретировать, да, разбитие скрижали можно по-разному интерпретировать, если на самом деле это уже произошло, ну, то есть если этот самый акт произошел. И если мы считаем, что этот акт и есть Несуин, тогда это просто уже замужняя жена, и тогда там надо было, ну, как бы, жестоко убить ее, да, забросать камнями. Или же это, по-моему, там тоже, правда, бросать камнями. Ну, в общем, здесь есть, опять же, простор для определенного рода размышлений, интерпретаций, но само по себе здесь важно, еще раз я подчеркнул, важно то, что для мудрецов Талмуда любая жизненная ситуация, она не является проходной, она не является, как бы, такой вот обыденной повседневностью. Она является отражением чего-то. Вот отражением чего, они выясняют отражением чего. Это, подчеркну еще раз, что это не общепринятая точка зрения, это, я полагаю, еще некоторые полагают, что это так, далеко не все. И это связано и с традицией изучения Талмуда, как я уже говорил, да, изучения Талмуда, как скорее юридического документа, нежели акадического документа. А вот Агада, она занимается, агадический компонент присутствует вот в этих рассуждениях, которые вроде бы являются чисто законодательными, и как раз намекают нам, прямо они никогда не говорят, намекают нам на те проекции, которые, собственно говоря, должны быть. И поэтому в простоте душевной для мудрецов Талмуда нет ни одного шага, да, то есть я ни поесть не могу, ни покакать не могу, ни пописать, ни полувак. Все это несет определенного рода символический смысл и отправляет меня к тому или иному событию сакральной истории, которое как бы переосмысляется, трансформируется и так далее. То есть это, если вот таким образом на это смотреть, а мне кажется, что именно таким образом на это надо смотреть, то это приобретает совсем иное звучание. Это не значит, что мы всегда и с полной уверенностью можем вскрыть вот этот аспект, да, то есть этот аспект является аспектом непроявленным в силу того, что сам тип говорения таков, что он должен быть непонятен никому, кроме нас, вот это между собой, то есть мы все понимаем, мудрицы Талмуда, а человек со стороны нет. И если бы традиция, в том числе традиция изучения Талмуда сохраняла вот это самое агадическое облако, которое покрывает, так сказать, Аллаху, то, наверное, мы бы сегодня обладали этими сведениями в лучшую степень, да, то есть мы бы могли обратиться к комментаторам, которые занимаются этим облаком. Но заниматься этим облаком агадическим комментаторам стали очень поздно, да, то есть у нас первые агадические комментарии, причем отдельно взятые, да, агады, то есть, например, Ашба, Шлома Бен-Адре, это у нас 14 век, может быть, да, то есть, например, Раши или Баолета Сафот, софисты, они в некоторых случаях, они, может быть, тоже намекают, но они тоже прямо не говорят, да, то есть можно в их комментариях иногда, может быть, у нас будут такие примеры, можно к ним обратиться, иногда можно увидеть то, что они тоже говорят о вот этом самом символизм, но прямо они об этом тоже не говорят, и поскольку вот это непрямоговорение, оно пришло к тому, что у нас возникла определенного рода немота в этом отношении, да, то нам сегодня это очень тяжело, и поэтому ну вот какие-то мои слабые попытки обнаружить какие-то аллюзии и так далее, иногда они выглядят может быть, слабо, я и сам это признаю, но есть места, в которых это выглядит очевидно, то есть где как бы по-другому очень сложно прочесть. Нет, это тогда в трактате Шаббат, это прямо говорится, да, но это же тоже мы делаем что, мы делаем допущение определенное того, что здесь тоже говорится о том же, о чем говорится в трактате Шаббат, здесь есть некоторые допущения, да, и с этим можно спорить, сказать, что здесь вообще не об этом говорят, здесь говорят трактитушины и не имеют в виду никаких метафор. Мне кажется, что имеют, ну, как я уже сказал, я это пытался показать и на уровне Мишны, ну, и мы с этим столкнемся еще не раз, да, и как я уже говорю, что я уже сказал, что в некоторых случаях это очень ясно, да, то есть вот здесь это не очень ясно, а в некоторых случаях это очень ясно, там не нужно такого напряжения и спора как бы быть даже, может быть, и не может. Ну, это такие яркие случаи, их может быть не так много в том моде, где вот этот аспект проявляется, но они есть. Ну, хорошо, значит, мы поняли, да, то есть мы поняли, каким образом сейчас нам попытались доказать, что это два разных события. И пока на данном этапе получается, что половой акт это Ирусин, а Кедушин еще будет, Кедушин еще будет. Поскольку в Барайте говорится сначала про отца, про мужа, а про отца упоминается этот самый половой акт, который находится в его ведении, как бы он может его разрешить или нет, а потом говорится про женитьбу, значит, получается, что это только помолвка, а не Несуин. Это пока что, да? На это Кикатан и Несет Ашара такой ответ Это вот здесь. Ямара не согласна, то есть он говорит, нет, можно опровергнуть вот это доказательство, доказательство, которое использовало эту саму Барайту и пришло к такому выводу, что это только помолвка. Кикатан Несет Ашара. сразу делает Несуин. Получается, что Талмуд говорит, я могу прочитать в Барате вот это слово Несет, когда оно стало замужним. Имеется в виду другие способы, не половой акт. Какие другие способы? Вот с помощью денег, с помощью документа, это было, пока она остается в доме отца, это помолвка, а если с половой близости, то, как я уже сказал, это оказывается одновременно, слопывается Несуин и Ирусин, то есть помолвка и Жининьба. Ташма, Марава, теперь Рава пытается было Байда, теперь Рава пытается доказать, новое доказательство приводит для того, чтобы прояснить вот этот самый вопрос. Бать шелось шанин въем на Псулим Псаламина Кагуна. Это длинная Барайта тоже, вот я ее почитал, Барайта тоже немножко шокирующая, но мы сейчас спокойно к нему отнесемся к ней. Значит, трехлетняя девочка, если три года один день, ее можно посвятить, Миткадеши, Бивиа, можно посвятить ее с помощью полового акта. По этому поводу, как Натан выяснил, он выяснял через искусственный интеллект, искусственный интеллект он подсказал, что вокруг этого был скандал большой, где-то то ли в Швеции, то ли в Европе, я сейчас не помню, кто-то это все прочитал, сказал, что вот видите, педофилия в Талмуде надо сжечь и так далее, то есть, в общем, вот такой. Ну, сейчас попробуем это тоже понять. Значит, вот трехлетняя девочка, три года один день, ее можно посвятить с помощью полового акта. И если она является той, которая предстоит либератный брак, то этот самый ЯВАМ за счет полового акта ее приобретает. Ну, здесь совсем, да, совсем уже какая-то фантастическая история, потому что что такое Евама? Евама – это женщина, которая вышла замуж, и ее муж умер. Ее муж умер, а она не родила. Она не родила, и тогда один брат этого самого умершего должен взять ее в жену. Она называется ЯВАМА, он называется ЯВАМ. А сама процедура называется ИБУМ. Получается, что, значит, нам сейчас говорится, что девочке три года и один день. Откуда мог взяться этот самый ЯВАМ? ЯВАМ – это, значит, брат умершего. При этом, когда ей три года и меньше одного дня, ее еще нельзя ликадешить. Значит, тогда получается, что вот за этот день, ну, вот первый ее день, когда у нее пошел четвертый год, кто-то взял ее в жены, немедленно умер, и его брат теперь ее, значит, должен взять в жены. Ури, ну, здесь же написано еще пометка, может быть, она не из-за оригинального текста, при помощи денег или документов мог посвятить ее раньше. То есть, могла быть ситуация, что она вышла там в два года, условно, при помощи не полового акта чего-то другого. Давайте посмотрим, что пишет Раши, да, это не из основного текста, естественно. Ну, то есть, здесь все равно есть проблемы, мы сейчас к нему и вернемся. Что пишет Раши? Медкадешит буви, амидата авт, то есть, ну, понятно, он добавляет, что это отец ее, говорит, да, хорошо, одобряю такую свадьбу. Оваль, поход, мекан, кенотен, и с бэбэ айн. Но если ей меньше, то это все равно, что пальцем вткнуть в глаз. И это не считается просто половым актом, то есть, если ей меньше. Раши ничего не пишет про то, каким образом, значит, может появиться этот самый я вам. То есть, можно ли девочку меньше трех лет отдать в жены с помощью документов? Деньги, я думаю, что нет. Я не уверен в этом на сто процентов, но мне кажется, что нет. Просто если ей меньше трех лет, то она как бы не считается еще женщиной. Ну, в смысле, фигурой женского рода, скажем так. И поэтому ее невозможно. Все вот это я вам, он появляется только как как бы вот за этот один день. Но даже предположим, даже предположим, значит, брат этого человека каким-то образом раньше ее сделал своей женой и умер. Но ее не нужно как бы приобретать, она же не могла родить. То есть, вообще-то говоря, это я вама, это что? Вот этот самый человек не оставил наследника. Но здесь он и не мог оставить наследника, она же не может родить эти свои годы. Ну, хорошо, значит, дальше если кто-то с ней совокупился, то это все равно, что совокупление с замужней женщиной. она делает ритуально нечистым своего мужа, точнее, не своего мужа, а тот, того, кто ее овладевает, делает ритуально нечистым того, кто на нее приходит. Почему-то переводчик здесь решил потребить слово приходит, видимо, от слова бияхать, а здесь написано бо-ала, овладевает ее, когда она в состоянии неды. Это менструальный цикл, это реклепная девочка, что-то вроде бы это никак. И тем не менее говорится о том, что она делает нечистым того, кто, если она находится в состоянии ритуальной нечистоты, то тот, кто ее овладевает, он тоже становится ритуальным нечистым, причем ритуальным нечистым в очень строгом смысле, если он садится на какой-то предмет, принимающий ритуальную нечистоту, этот предмет становится тоже нечистым, здесь это более подробно говорится об этом, он делает ритуальный нечистый подстилку, на которой сидит или лежит, или то, что на него положили, здесь сказано тохтон кельон, то есть если его накрыли чем-то, то это принимает ритуальную нечистоту, это то, что становится ритуально нечистым, так же, как у человека с истечением, то есть это очень такой строгий статус ритуальной нечистоты, который, собственно говоря, связан с любым соитием, если человек осуществляет соитием с женщиной, находящейся в состоянии ритуальной нечистоты, и в этом смысле вот эта девочка, она как бы ничем не отличается от женщины. Вы им не сетли когену хэли бы трума, если она выходит замуж за когена, то она может есть труму. Трума это приношение, которое дается исключительно когену, то есть приносится вот это самое возношение. И вот это возношение ведет естественно только когены и члены их семьи. И вот она становится сталом и членом семьи когена и может есть труму. Если значит с ней совокупился кто-то из запрещенных ей мужчин, райот как называется, описанное в Торе, то его убивают, а ее нет. А если с ней совокупился кто-то из тех, кто делает ее негодной, негодной для ее мужа, то значит она действительно лишается тех приоритетов, которые имеет женщина, которая является женой такая, то есть перестает есть ту же самую труму. Значит это барайта, которую нам привели. Барайта из трактата Евамот и барайта приведена в общем-то для чего? Для того, нас шокировать. Читал трактат Евамот, все это уже знает, читал про это, про трехлетнюю девочку и один день. А приведена это барайта для того, чтобы решить тот самый вопрос. Вопрос относительно того, что же чем является половой акт Кедушини. Он является помолвкой или он является уже окончательной женингов. И здесь тоже есть у нас последовательность определенная. Там говорится Катаны Беааа и Катаны Нисет. То есть и здесь, и в этой барате, как и в прошлой барате есть употребление Миткадешет Би-Ви-А, она может быть посвящена с помощью полового акта, а потом говорится о том, что она не сет, не сет это значит не суин. И, собственно говоря, из того, что две эти вещи разнесены, то есть сначала сказано Би-А, а потом сказано не сет, получается, что половой акт это только помолвка, а не сет это не суин. Это я имею в виду чисто технически, исходя из вот этих самых рассуждений. Если говорить про саму эту барате, чтобы как-то ее переварить, то здесь нужно, наверное, иметь в виду, с одной стороны, конечно, тоже юридические какие-то вещи, а с другой стороны, возможно, и это тоже символика определенная. То есть, вообще-то говоря, все, что сказано сейчас про трехлетнюю девочку, оно является абсурдным. То есть ее менструальный цикл, это как-то невозможно, то, что она уже вдова, у нее кто-то уже умер, а теперь брат должен не живется, тоже выглядит как какой-то чудо-юдин каким-то и так далее. У нас есть в писании, есть комментарий опять же, в писании самого, комментарий к писанию, что Ревка вышла замуж за Ицака, когда ей было как раз три года и один день. То есть, три года и один день, как бы, как некая символическая цифра. Мы, например, про Бат Митц мы никогда не задумываемся, почему 12. Ну, 12, нормально, 12, 13, мальчик 13, девочке 12. Ну, так, ну, полурозрелось и так далее. На самом деле, не исключено, подчеркиваю, я не настаиваю на этом, а говорю о том, что такое невозможно, возможно, что здесь играет роль символика цифр, о которой я вам рассказывал уже много раз, сейчас еще раз повторю. Для тех, кто к нам присоединился, символика у нас какая? У нас есть три. Три важные цифры. Три – это своего рода такая пространственная или сарантологическая полнота. У нас есть три праца, у нас есть три праздника, шалош-рагалин. У нас шалош – это, в общем, некая основа. То есть, вот такая вот металлогическая или пространственная полнота. А четыре – это сверхполнота. Ну, поэтому там четыре стакана нужно выпить, да, или четыре праматери, опять же. Четыре, на самом деле, эти наши три праздника превращаются легко. Четыре, да, потому что там у нас же есть суклок плюс шминиоцерет. То есть, это еще один праздник, да, и получается не три, а четыре. Четыре на четыре локтя – это, собственно говоря, минимум суки, да, и вообще аура человека так определяется. Ну, и так далее. Есть целый ряд вещей, которые связаны с цифрой четыре. Цифра семь – это у нас темпоральная полнота. Очень понятно, это как с этим как раз трудно спорить, да. Это у нас неделя, недельный цикл, семь дней творения – это темпоральная полнота. И поэтому у нас, ну, там, субботний год, там, шута, милуим и все остальное – это все семь дней. Но семь, которые дополняются в восемь, восьмерка. Восьмерка – это сверхполнота. И поэтому у нас восьмерка – это шмини-ацерет, например, да, или шавулот, он тоже является как бы восьмеркой, потому что семь и семь сорок девять, да, это семь недель, а дальше появляется вот эта самая восьмерка. На восьмой день делается обрезание, ну, и так далее. Возможно, я не исключаю, что здесь тоже имеется в виду вот эта самая, эта символика. И мы не задумывались о том, что двенадцать, что такое двенадцать. Двенадцать – это восемь и четыре, двенадцать колен Израиля, да, то есть это как раз является такой сверхполнотой у нас. Правда, эта сверхполнота дополняется еще одной. То есть колен Израиля – это у нас двенадцать, но на самом деле тринадцать, как мы знаем, да. Сеф, он является как раз четвертым праатцем, который то ли праатец, то ли не праатец, в каком смысле праатец, тогда он четвертый, Тогда у нас возникает вот эта сверхполнота, и тогда колено Израиля 13. Поэтому именно с этим я не исключаю, связано 12 лет как совершеннолетие девушки и 13 лет как совершеннолетие мальчика. А три года – это в таком смысле начало, то есть основа вот три праотца. На уровне этих самых трех праотца народ Израиля уже готов, его уже можно ликадыш. То есть его уже можно осуществить вот такие души или нет. Как гипотеза, не настаиваю совершенно на такого рода прочтения, но то, что, например, Ивка именно такого возраста, оно, наверное, тоже не случайно. Хотя на самом деле у нас есть разные комментарии на это в разных источниках. Это Седер Улам говорит, что ей было три года, есть мнение, что ей было 12 лет, тоже не случайно. Есть мнение, что ей было 14, что, возможно, тоже является некоторой игрой с этими цифрами и символиками. Поэтому приведение как бы вот этого фрагмента, который на самом деле сейчас не даст доказательства, так же, как и тот предыдущий, который он привел Абай. Вот это доказательство Равы сейчас будет строго отвергнута и так далее. Мы дальше сейчас не продвинемся на этом, наверное, остановимся. Но сама эта барайта, она приведена очень легко, на самом деле, опровергнуть должна, потому что, смотрите, здесь сказано в имени Сет Ликоген. Ведь Бия, про которую говорилось в начале этой барайты, это просто, да, ну, то, что она может… Миткадышет Бия, там не сказано ли Коген. Вроде бы речь идет о любом человеке. А НИСЭП связывается с Когеном. И, собственно говоря, сейчас ответ на эту барайту или от снятия этого доказательства, оно как раз пойдет вот по этой линии, где нам скажут, что, ну, подожди, подожди, что ж ты говоришь, там была Бия, то есть все половые акты, потом было замужество, но замужество относилось к Когену, а оно не относилось вообще. И поэтому из этой барайты ты вывести ничего не можешь. Когда мы сталкиваемся вот с такого рода доказательствами, которые немедленно отвергаются, и даже мы, так сказать, те, кто не в курсе, легко могли бы доказаться, как это отвергнуть, это говорит о чем? Это говорит о том, что приведение этих барайт на самом деле не имеет своей целью прояснения, да, то есть не имеет своей целью реально что-то доказать, а имеет своей целью ввести в оборот, в разговор, ну, вот какую-то тему, да, то есть, ну, например, вот эту тему трехлет, трехлетней девочки, которая, естественно, что этот как бы закон сам по себе, он повторяется, да, то есть рамбом будет писать Мишна Тора, вот все как в Халмуде, что трехлетняя девочка может там-то, все, пято-десядно. Правда, уже в средневековых источниках у нас, ну, в халмудических источниках у нас будет указание на то, что вообще, это я сейчас сопережаю как бы немножко события, что вообще тот человек, который осуществляет кедушин с помощью полового акта, должен быть побит, да, то есть он наказывается с 39 ударами, поэтому в каком-то смысле это рассуждение совсем оказывается теоретическим, оно как бы не имеет в реальной судебной практике Талмуда никакого смысла. Когда возникает вопрос, а что же вы обсуждаете это, если у вас есть такое постановление, что вообще так не делают, нельзя. Когда-то, может, делали, сейчас нет, запрещено. По тем или иным причинам. А обсуждаем мы ответ, да, который, мне кажется, справедливым, обсуждаем мы потому, что это имеет дополнительный смысл, да, то есть это имеет символический смысл, который как раз здесь, так сказать, мелькает, да, он ясно не приступает, он только мелькает. Ну, мы сейчас остановимся. Вот Марина говорит, читала статью, где предполагалось, что возраст Ривки Медроши поведен как мнемотика для запоминания закона о том, что девочка до трех лет всегда девственница в этом месте. В Торе впервые понимается Бетулла. Да, это действительно такое тоже есть, да. Ло-Яд-А-Иш, да, то есть до трех лет считается, что она как бы не познана. Ну, да, и Марина добавляет, что в соответствии с метафорическим подходом такое объяснение не может быть верным, поскольку мудрецы Талмуда отталкивались от метафорики в определении Аллахи, а не наоборот. Справедливое замечание, да, то есть действительно можно, наверное, да, то есть можно представить себе, что Аллаха является иногда, хотя я не знаю, насколько это нужно проверять, что иногда Аллаха является тем, что подводит к определенного рода заключению, а не наоборот. Но с моей точки зрения, почти всегда, по крайней мере, в талматической литературе, то есть Аллаха скорее не подстегивает к возникновению метафор, а является тем, что должно эти метафоры воплощать. То есть оно является скорее воплощением метафор. Каких метафор, это уже как бы другой вопрос. То есть то, что связь между трехлетним возрастом и девушкой, девственностью проводится, это да, но трехлетняя девочка как бы по определению девственницей, поэтому Ривка, которая не знала мужчину, она квалифицируется как трехлетняя. На самом деле Седер Улам этот вывод делает вовсе не из этого положения, а из определенного рода подсчета, когда родилась Ривка, и сколько лет было тогда Ицхаку, об этом говорится. И вот с помощью определенного рода подсчета у них получается три. Но это не исключает, одно другого не исключает как бы. То есть может быть эта метафорика символическая является основополагающей, а лоха уже использует это как некое воплощение этой самой метафоры. Но это очень скользкие темы, то, что вот я сейчас привел как бы как некое возможное прочтение. Я сам в этом совершенно не убежден, но как вариант предлагаю. Можно вопрос? Да. Может я прослушал, но, значит, насколько я понимаю, для кедушин, для приобретения женщины должна быть как бы передача какая-то. То есть что-то надо было дать женщине, вот, чтобы, за что она, собственно, осуществляется это приобретение, она становится женой. Значит, в случае полового акта, о чем тут может идти речь, я как бы сам себе думаю, то мужчина передает свое семя. Семя – это драгоценность, это то, из чего может родиться ребенок. И из этого как бы получается, что именно конец полового акта является уже кедушин поддерживать. Вот. Теперь если взять символику, то есть, я не знаю, допустим, можно считать, что скрижали – это и есть как бы передача чего-то такого, за что, сказать, приобретается народ Израиля, то тут как бы сложная такая немножко ситуация. То есть Маше, который разбивает свежали, он как бы, как бы, не знаю как, но получается, что это Шахадзера или Батала со стороны Всевышнего, как бы, но он как бы в этом не участвует, а он как бы, ну, по-современному, он как бы разбивает эту пробирку, в которой есть эта зера, которую Всевышний должен передать народу Израиля, чтобы его оплодотворить, чтобы он стал вершим. Ну, что-то в этом родина. Вот. И тогда получается, что, значит, нужно было это все повторить еще раз. Вот. И из этого как бы следует, что, значит, если это именно так, то, то есть первое, то, что была встреча с Всевышним, это было Ирусин, а вот потом передача скрижали – это уже было Несуин. Ну, например, да. Да, и тогда получается… Можно так это осмыслить, да. Да, что вот в смысле, я не знаю, ли это рассматривается так, начало и конец, и как связано… Нет, это нигде не рассматривается, это я предложил так рассматриваться, так-то он не будет, конечно, об этом говорить никогда вот в таких темах. Нет, я имею в виду конкретно, что даже без этой символики, то есть мужчина должен что-то передать, кроме удовольствия, и всего, все это должно быть чем-то материальным. Ну, и передать, ну, если грубо говоря, вот он передает, да, свой половой аргум, он передает, и от этого, в общем, есть удовольствие. Это тоже не рассматривается такой подход? Нет, в таких терминах нет, да, то есть мы сами уже можем сделать вывод, что действительно здесь происходит какой-то, то есть акт Кедушин, он должен подразумевать какую-то передачу чего-то, это совершенно верно. Вот документ, или вот деньги, или какой-то их эквивалент, когда мы говорили о деньгах, там речь шла о том, в чем, собственно говоря, суть. Суть в том, что женщина получает удовольствие или нет. Этот вопрос так и остался открытым, да, поэтому вот эту передачу, это можно, а здесь как бы просто вот передает свое тело в каком-то смысле, да, и, возможно, это вызывает некое удовольствие, возможно, этого достаточно, и тогда не концовка, а начало будет вот этим самым знаменующим собой Кедушин актом. Вот еще такой момент. Но Талмуд, мы видим, да, что делает Талмуд. Вот это вообще буквально два предложения, да, и все, больше про это нам ничего не расскажет. А вот, значит, насчет девственности, тут тоже как бы вот насчет Коина, то, что это расщепляется как бы на две части, в общем, в целом, это немножко проблематично тут, логически чисто, но даже если расщепляется, то, значит, получается, что девственность – это недостаточно, просто нарушенность, там, какой-то попытка полового акта, то есть девственность теряется, имеется в виду потеря девственности, то, что выносится там простыня с кровью, все такое, это только символ того, но имеется в виду, что произошел полноценный акт. Именно это является потеря девственности, а не просто как бы какие-то чисто внешние изменения. Ну, мы видели, что говорится даже о том, что если это так было анальным, то это тоже может считаться в определенных случаях потеря девственности. То есть, на самом деле, сам контакт, да, то есть сам контакт может являться потерей. Иногда, да, то есть мы тоже видели, что это тоже проблема, несмотря с кем контакт. Иногда этот контакт, в таком смысле ни счетово, ни игрово, иногда этот контакт, да, является таким, который квалифицируется как потеря. Это может потому, что, насколько я знаю, считается, что при любом контакте может быть передача семени без, как бы, так сказать, даже намерения, да, то есть нельзя определить, была передача семени или нет. То есть если был контакт… Да, может быть, да, но здесь, собственно говоря, вопрос, который был поставлен, начало или конец, это как раз вопрос именно о семени. То есть семя является значимым или нет, или сам контакт. То есть в итоге вывод такой, что, да, семь, да, то есть нам сказали, вроде бы вывод был такой, что действительно концовка является важной, а не начало. Но сама постановка вопроса, да, она порождает мысль о том, что, а могло бы, да, мы могли бы подумать, что и начало. Я думаю, потеря действенности, то есть она связана с тем, что допускается, что, то есть невозможно это проверить, но вполне могло произойти передача семени даже, значит, без этого намерения. То есть действенность все-таки тогда, получается, теряется именно из-за передачи семени или как бы какой-то вероятности передачи семени. Ну, я не знаю, это я так логически рассуждаю, а что там на самом деле, я не знаю. Ну, да, нет, мы никто не знаем на самом деле, да, то есть когда мы рассуждаем об этом дальше, да, берем эту модель и ее как бы пытаемся раскрутить, то это все равно будет наша гипотеза. То есть найдем ли мы какие-то основания. Нет, видите, Алмуд в этом смысле вот нам привели два предложения. И вроде все, эта тема оставлена, она не всплывает. Посмотрим, посмотрим дальше, найдем ли мы подкрепление тем или иным вариантом прочтения. Ну вот, а что касается рифки, то мне кажется, тут как бы более какой-то такой, может быть, приемлемый вариант, это то, что считается, что то, что описывается в Торе, оно, собственно, не переносится непосредственно на обыденную жизнь, да, то есть на жизнь человека. То есть она могла обладать какими-то совершенно особыми способностями или она могла созреть и в три года. То есть здесь как бы Тора допускает, толкование, по-моему, допускает такой вот вариант как бы всяких чудес, каких и особенностей, да. То есть так же, как и у Абрама, и, значит, Сары родился ребенок очень поздно. То есть здесь это могло бы произойти как бы возможность, да, праву акта для Несуин гораздо раньше, чем это по природе. Не, ну, то же самое, то есть это тоже как бы момент, который нуждается в додумывании каком-то, да. То есть что лифка, что же, какую роль она играет, это первенец Авраама, почему именно так. То есть здесь есть о чем подумать, если думать в эту сторону. Конечно, ну, спасибо. Ну, хорошо, счастливо. До следующего вторника. Всем пока. До свидания. Спасибо. Пока-пока. Поехали. Продолжение следует...